Последняя домашняя игра года. Приморские болельщики после этого матча не увидят свою команду вплоть до весны. Футболисты «Луча» выходят на поле вместе с нефтехимиком. Команда из Нижнекамска находится в числе лучших в текущем чемпионате, в то время как «Тигры» пытаются выбраться со дна турнирной таблицы. Увы, но порадовать владивостокских болельщиков не получилось и в этот раз. Желто-синие уже на 19-й минуте остались в меньшинстве. Магадиев совершил так называемый «фолл последней надежды» и получил красную карточку. Если до перерыва приморцы продержались, то уже во втором тайме натиск гостей оказался сильнее. На 53-й минуте Макаров красивым дальним ударом открыл счет. Не прошло и двух минут, как нижнекамцы забили и второй гол. Больше игра ничем не отметилась. 2-0. Таким образом «Луч» проводит девятый матч без побед. К чему готовились, знали, во что они играют, на то и, в принципе, нарывались в обороне. Это быстрая доставка у них мяча вперед, за спину. Причем передача счастливее, видно, футболисты обучены и знают свои действия. Просто простой вынос нашу оборону ставил в тупик. Поставил в тупик приморцев и относительно недавний уход Рустема Хузина, который управлял командой. После домашнего поражения руководство «Луча» наконец-то официально представило своего спасителя – нового главного тренера. Наставником «Тигров» стал Валерий Петраков. Специалисту 61 год. За это время Петраков успел поработать с такими клубами, как «Торпеда», «Хинки» и «Томь». К слову, томскую команду три года назад Петраков вывел из ФНЛ в премьер-лигу. Валерий Юрьевич увидел последний матч «Луча» вживую и уже сделал свои выводы. Плохо у нас получались переходы из оборонного атаку. То есть намного упрощали игру. И в таких моментах игры упрощать нельзя. Нужно наоборот быть все-таки больше, особенно в домашней игре, больше контролировать мяч, больше на игре, быть, больше позиционных атак делать. То есть у нас, к сожалению, этого вчера не было. С новым наставником приморцы успеют лишь отправиться в трехматчевое выездное турне. Они сыграют в Ярославле с «Шинником», затем в Москве со «Спартаком-2» и завершат первую половину сезона со столичным «Торпеда». Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.